Посмотрим, что в нем Компост, да, прекрасный компост Great Heavy Yeah, some of them are bigger So where is this compost from? From where growers who grow mushrooms Where is it? It comes from mushroom factories We sell it all over the country this We sell it all over the country Right, great It's good stuff Yeah And how many bags in the... I think it's 8 Half 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 I think it's 8 Yeah Half 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Вот такое счастье к нам приехало 20 мешков компоста 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 127 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 7, 9 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 800 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Двадцать мешков так много компоста Я, как вы помните, делала грядку Сейчас я вам покажу, потому что я не показывала, что у меня получилось Эту грядку вы видели, в принципе, я ее красила несколько раз Просто так поставила дуги, здесь ничего нет Здесь мне нужно как раз набросать компост сюда нужно Так, здесь грядки Эту грядку, вы помните, я делала Красила Она вот так вот получилась у меня Вот так вот Земля здесь старая И ее немножко много, потому что грядка предыдущая была выше Ой, смотрите Гусеничка вылезла Была чуть больше грядка, выше Она вот такая вот была, высокая А теперь низенькая, просто потому что мне не хватило материалов Найте вам куры Найте О, улитка Съели уже, да? Или она спряталась? В общем, вот так вот Здесь тоже накрыла грядку Здесь теперь не гадят Здесь у меня зимый чеснок Вон он уже взошел Вовсю Здесь тоже всходит чеснок Не чеснок, лук Такой, как сразу много луковиц Здесь, смотрите, взошел чеснок Который когда-то я Ой, черемша всходит тоже Чеснок, лук, вернее Лук, который чернушку рассыпала здесь В прошлом году, по-моему В общем, вот так вот Здесь тоже, видите, грядкой Говорила я вам про эти дуги Рассказывала Здесь у меня взошел уже Сейчас покажу Взошел уже слоновый чеснок В общем, накрываю грядки Не так от холода Потому что тепло Как от кошек Смотрите, видите? Чеснок уже взошел Слоновый Слонячий Или как он там называется Слоновый Так, здесь грядка у меня Сидит Клубника Которую надо убирать Потому что много старой клубники И вот сюда вот Пересаживать часть Здесь тоже Помните, в прошлом году У меня была вот такая штука Она, правда, у себя порвалась Вон, все в дырках Но я ее все равно накрыла Не помню зачем Чтобы здесь кошки не гадили Вон, смотрите Тоже здесь слоновый чеснок Посажен посерединке А по бокам Буду другие овощи Культуры всякие сажать В общем, мне пришел компост Это очень радостно Очень радостно Вон Агафья меня уже зовет Что, Агафь? А, сейчас, сейчас приду Сейчас, подожди Здесь я вчера Немножечко посадила Редиски И, как вы видите Взошел тоже лук Я его уже показывала В общем, вот такая вот Так вот выглядит мой садик сейчас Компост приехал Буду его загружать Вот в эти вот грядку А, я вам еще не показывала Вот еще что Я в конце огорода думала Как мне сделать компост Как вы помните Компостную кучу Не могла никак ее Вот сюда вот пристроить Сюда вот Думала ее здесь поставить Здесь стояли вот эти два бака Не смогла здесь никак впихнуть Впихнуть невпихуемое О, два яичка уже лежит Ой Смотрите, два яичка зелененьких О, одна тепленькая Даже не буду сейчас забирать В общем, не смогла я здесь Сделать компостную кучу Но я придумала кое-что другое Смотрите Я из палет Распилила палеты И вот здесь вот Сделала такую как Потому как здесь ежевика растет И все равно тень Здесь все равно ничего не растет Я сделала такую как компостную кучу Здесь я скинула все сорняки Которые я Собирала с переднего садика В общем Здесь у меня ошметки С кухни тоже Земля всякая не нужна Вон там я присыпаюсь землей В общем, здесь такой короб Компостный будет Может быть потом Если получится Здесь какие-то грибы вырастить Попробую Потому что, как я сказала Здесь все равно темно Из-за этого заборчика Солнце И оттуда вот ходит Вон оно, вон там солнце И здесь темно Из-за ежевики Поэтому так вот решила Это место использовать Ну, сбила, как есть Конечно, не очень красиво Ну, нормально Испалет Сойдет, скажем так А еще я придумала Смотрите, что Я помню, я вас спрашивала Как мне быть Куры не несут яйца Где нужно То есть вот здесь вот Я сделала такую Как вырезала кусочек И здесь поставила короб Сделала короб Положила туда пилки Чтобы они здесь не слились Потому что они почему-то Не хотят наверх залазить Так, курица Имею в виду Тут вообще-то у меня Тут съемка идет Потому что они почему-то Вот в это яйца Яйца коробку Не хотят залазить Некоторые несут А некоторые на пол несут Проблема у меня Так я им сделала Вон там вот Еще одну коробку Но пока что Честно говоря Они не несут туда Вот два яичка Сегодня уже дали Может быть там на полу Даже что-то лежит Куры, что вы ждете? А, я же их не покормила Точно Так, на полу там вроде Ничего нету Не вижу Не, на полу там нет пока яиц В общем, вот такие вот Новости моего сада Приехал компост Я безумно рада Просто у меня аж счастье Буду сейчас заполнять И потом покажу Может как получится Что, Агофеля? У меня выключился Выключился? Я хочу Я хочу Еще и Дим Сейчас посмотрим Ну-ка, хлеб поднялся Нет? Ну-ка, дай Посмотрю его О, поднялся Да? Смотрите, какая красота Хлеб поднялся Можно включать духовку Сейчас он еще не готов Сейчас я включу его Через полчасика Будет готов Ладно, Агофелька? Хочешь хлебушка, да? Скажи, хочу хлеба Я хочу хлеба Хорошо, сделаю Сейчас будет Через полчасика Так, все Хлеб готов Вот такой вот получился Я его уже вытащила Он горяченький Такой красивенький Буханочка такая Не знаю, сколько она весит Ах, ох, горячо Ну, наверное, под килограмм Сейчас я его накрою полотенчиком Чистеньким И у нас будет завтрак Завтрак у нас будет Хлеб с маслом Кто хочет сыром А кто хочет просто Я, например, просто хочу хлеб Без масла, без сыра, без ничего Агафья тоже просто его ест Я с молоком Вот мама говорит с молоком С чем ты будешь? С молоком? Ой, я хочу дождь, детка, молочком Ты тоже с молочком? Ой, собака где-то пищит Мама, открой, по-моему, она там Курица Альма, милка, Альма Нет, это курица кудахчет Агафья, какая у тебя красота получается Давай ты домой Молодец Так, у нас отломилась вот такая вот вещь Это был шкафчик у детей И она отломилась Я ее уже заклеивала когда-то Вот можно увидеть здесь клей На этих штучках Вон он клей С силиконом я заклеивала Но она вот опять отвалилась Надо мне опять заклеивать Пойдем посмотрим, как там это было У детей в комнате Посмотрим шкафчик А где наши старшие? Они там где-то на батуте На батуте На батуте Сейчас пойдешь к Леше и Мисе Вон они Там на батуте прыгают У них перемена, что ли, да, мам? Да Что, математику? У нас было повторение Ревью Ну-ка, посмотрим, что у вас тут На доске интересно Может быть подписчикам будет интересно Fractions Decimals Percentages Я не знаю, как это по-русски все Как fractions по-русски? Дробь Decimals Десятичная дробь Percentages Проценты Проценты я знаю, да Ну вот мы это уже как бы изучили Мы это просто повторяем Повторение, мать, учение Анна, с ревью Начинаем с того, что повторяем Ну, ты на английском, да, проводишь им урок? Ну, конечно, потому что, во-первых, они не понимают Во-вторых, они как будут учиться дальше Да Они в колледж пойдут Это не так трудно В математике не так много Да, сломалась у нас вот эта вот штука Вот, у шкафа, надо ее заклеить А что здесь так всю одежду пере... Это Леша опять... Я думаю, что оно выпало Да нет Потому что оно выпало просто Тут открыли и все Да, похоже, Леша опять искал футболку Он когда ищет футболку У него все переворачивает А что у вас за палочки такие? Это я специалист вам буквы не сделала Нет? Леша сутурится И мы вот так вот все втроем Где-то третий еще На посту упал А, вон Лишина, да Я сделала три палочки Такие, ой Себе им Чтоб не сутуриться Когда я рассказываю что-то Я сама вот так встаю Я рассказываю Когда я рассказываю Не пишу ничего И ему хватает вот Трех минут Посидеть Леша И он потом прямо сидит И указка очень удобная То есть я вот так вот Постою, постою тоже А, точно, как указка Хорошо, да? Да, да, постою Когда вот так подхожу И начинаю пока Пальцем Я закрываю туда доску А вот так Вам не темно здесь нормально доска? Нет, в принципе, нормально Здесь не темно Здесь вообще солнце у нас по утрам бывает Взяли с собой сюда наверх Вот эти вот весы Для всяких задачек, да? Да, различные у нас измерения В сантиметрах В километрах В килограммах И так далее Леша пришел, забрал Агашу Агаша в домашних ботиночках Поэтому он ее несет На ручках и на батут Миша, открой, открой батут Вот Вот такая вот у них переменка Все трое играют на батуте Агафья бегает по кругу Миша, как собачка, бегает А Леша крутится Но Агаша, когда приходит Они, конечно, уже так бурно не могут прыгать Я что хотела сказать Что вот прелесть в домашнем обучении Что ребенок не сидит На пятой точке очень долго Он Двигается больше То есть проблема учеников в школе В том, что Он сидит очень много И это очень вредно для молодого организма Да и для старого тоже Но просто У детей и всякие болезни Они стали более молодые Всякие разные от сидения Кто знает, тот знает А кто не знает Может посмотреть В интернете Много информации об этом И такое домашнее обучение Дает возможность Ребенку не получить эти болезни И в то же время Получить информацию Нужную для жизни Потом По той же математике И по географии И так далее То есть выучиться Не потеряя здоровье Здоровье, да Учиться, не теряя здоровье У нас Миша, например, очень часто Леша как-то он по-другому Он начинает просто На стуле у себя То палочкой, то что-то Такое Какие-то движения делать Я ему говорю Леша, ты что играешь? Рассказываю, что ему пришло в голову Ой, ну да, странно Математикально Я так и знал Что мой рассказ Тебе так сказать Ты будешь Я же Не, не ругаю А Миша часто Вот сюда ложился Вот так На кроватку, да? На кроватку, да Вот понимаете Что такое домашнее обучение То есть Нет напряга Нет вот этой вот Стресса от школы То есть Занятия проходят В очень расслабленном виде И, конечно же Во-первых От стресса лучше От того, что нет стресса Лучше запоминается Лучше усваивается И плюс Как бы Человек не чувствует Себя после школы Еще каким-то Истощенным Да, истощенным Раздраженным Злым Напряженным Потому что у Миши У ребенка же Такого Когда он уста Вот у вас Если вы уста У вас давление повышается Голова начинает болеть У вас Какой-то там кипит Что-то внутри Неприязнь К этому предмету К этому учителю К этому месту А так Он ложится сюда Спрашивает Что, Леша, ты не хотел бы Отсюда А он говорит Нет Говорит, месяц Хорошо Потому что Он просто на этом месте Хорошо вернулся Да Так Что нам за шкафчиком Этим делать Я уже его заклеила Видишь Тут есть этот Силикон Ну опять Видимо Надо вытаскивать Тут видишь Все Тут Леша Видно Искала Да как не доставать Мне нужно низ Нет Мне нужно низ Достать Понятно А у меня такой вид Мам наговоришь У меня снимается Ну У нас Обе их То есть домашние Нормальные Видишь Что мы Вот Видишь Что мне надо было достать А вот Что тебе надо Весь этот шкафчик Как-то вытащить И его Заново собрать И подумать Как это сделать Собрать Склеить его Нормальная задача Да я его уже Склеивала Еще раз Ну бывает Мастер делает Потом переделать Приходится Я силиконом Это делала У меня силикон был Видимо Силикон не подходит Да У меня сейчас есть Клей для дерева Я говорю И ты говоришь У тебя же новый Клей для дерева есть Да Им я это сделаю В общем Я забираю Эту штуку вниз Пока Леша С Миша Там прыгают Я буду это Внизу склеивать Все Я пошла А еще Можно еще покажу Что-то Еще Леша Очень любит Массаж Вот этим Вот этим И когда Я говорю Так Ну я вижу Ты устал Давай мы это сделаем И я тебе Помассажирую Ну это тоже Отвлекает Расслабляет И психологически И физически Расслабляет И дружелюбие Вызывает Потому что ты рассказываешь Да Потому что часто Очень дети В школе Плохо Учатся Именно потому Потому что из-за стресса Из-за какого-то насилия Надеи Родитель вынужден И учитель тоже в стрессе То есть все в стрессе И родители в стрессе Все в стрессе Короче говоря Школа это такое учреждение Которое вводит всех в стресс То есть отправляешь ребенка И он там отбывает Срок Срок Ничего не сделано Отбыл Отбыл Слору Меня еще в школе били Это тоже такой Аспект школы Буллинки Битье Это не было булин Меня просто били Есть просто булин Тоже Мучает детей Меня обзывали Вонючая русская И били Ну ладно Не будем Это расизм вспоминать Тем более мы это все пережили Не Ну это тоже часть школы Может быть в твоей школе Этого не было А в моей школе Израильской Это было В те времена Да А у меня это был Мой экспириенс Поэтому это есть в школе А кто у вас был в классе На высоте У нас на высоте Был в классе Тот Кто успевал очень хорошо Нет У нас был в классе Кто Круче был Тот и на высоте А круче как С кошельком родителей Да С кошельком родителей Тот был на высоте А были заучки Которые пользовались Как бы Респектом Так сказать Вот этих вот Высших Так сказать Элитных Потому что Они приходили Просто И списывали Все домашнее задание И эти заучки Да Как бы они Как знаешь Вот эта тля Которая Ее щекотит Муравей И слизывает Вот это по тип того Вот тля Были гроздоучки Заодно покажу Наш обед У нас такая вот Рыбка Не знаю Как она точно называется Макрель По моему Нет не макрель Или макрель Не помню точно Здесь получается Тушеный перец С баклажаном Там с лучком С картошечкой Брокколи Вот она брокколи Это тоже брокколи Просто это Сам стебель брокколи А это вот Само брокколи На рыбке Посыпан шпинат И кориандр Леша Кушать Миша Вот такой у нас будет обед Простой Но очень вкусный Леша На вот эту Тебе Я знаю Ты рыбку большую Не можешь съесть Забирай ту Вон Садись туда На Я тебе шпинатом Не посыпала рыбу Потому что Не шпинатом А кориандром Потому что Тебе видимо Не нравится Кориандр Так что Ты его просто так съешь Чтоб не мучиться А то В прошлый раз Что я в прошлый раз Сделала Борщ Положила туда кориандр А Леше Не понравился он Но потому Как он полезный Я тебе все равно Его положила Вот он лежит Леша Ты его съешь Быстенько Просто И не мучайся Садись вам Рыба Вы же нет Мам Как это называется Макрель Нет Нет Как он Скумбрия Скумбрия По-моему Не Я ее назвала Макрель В смысле Покупала как Макрель Может макрель Скумбрия Одно и то же А может быть Да Ну вот я это и хочу узнать А я уже в вилки положила Спасибо Миша Ножечки Миша Возьми Ну все Короче говоря Нам всем Приятного аппетита Леша Кусто Потом продолжим Занятия У нас будет еще География Да У них утром Была математика Да Сейчас будет География Мишань Ты садись Садись Леша с Мишей Обожают Брокколи И Агафья тоже Но Агафья любит Ее сырую Они вот любят Я ее в кипяток Кидаю горячий Буквально Чуть-чуть булькнет Чтоб она была Такая тверденькая Я ее Агафья в магазине Это дерево Мне она нравится Очень сырая Сырая нравится Да Ну когда она такая Кипятком ошпаренная Ну в общем нам Всем приятного аппетита Приятного аппетита Агафья Кушать Сейчас такая Пришла идея Мама говорит Что будут спрашивать Как приготовила Захотят рецептик И я решила Как бы рассказать Коротко Как эту рыбку Я сделала Потому что Снимать видео Рецепты Для меня очень сложно Там очень много кадров И много с разных сторон В общем сложно Снимать Видеорецепты Значит Все очень просто Рыбку просто Помыть Кишки вытащить Специями натереть И в духовку Под крышкой Какими специями А ну какими хочешь Какие есть Какие любишь Я натирала Сейдж Сейдж Это шалфей по-моему Сейдж Шалфей Чеснок Не не чеснок Черный перец И соль Все А ну и паприка Немножко Ну в принципе Это не важно Какие есть специи Любые Натираешь И в духовку Все Все приготовление Ну не знаю Сейдж подходит Если немножко Колдешь То все подходит Квоздика подойдет Нет Куркума подойдет Куркума Ну если ты делаешь Какую-то в индийском стиле Можно и куркуму Карри Курик Карри мам Это соус Который ходит Куркума Нет Ну чисто Вот такой Чтобы ходила Я думаю Все это подходит Смотря какой у вас вкус Ну а овощи потушить Что там Перец Лук Все это потушил И все В общем рецепт Не стоит его даже показывать Все очень просто Рыбу в духовку Потушил Овощи И все готово Спасибо за субтитры DimaTorzok